Дима Смелый Привет, нормально Нормально Как ты оцениваешь ваше выступление на ЕСВЦ? Ну, могло быть лучше То есть, ты не считаешь это провалом? Ну, считаю Я за свою карьеру, там, шестилетнюю выступление на турнире каких-то первых разов, где угодно, вообще не вышел из группы Ну, понятно, что это провал А как же ваше заявление, что вы на одной руке побьете китайцев, там, и прочее А это заявление? Ну, один из ваших тиммейтов, скажем так, ходил по чемпионату Ну, это был я Не ты? К этому тиммейту тогда вопрос, ну, я нет, такого не говорил Я ехал с довольно, ну, таким вот настроением Это чем, знаю, что мы, короче, может получиться и выиграть Но не было уверенности, что мы приедем И вот прям все, наш чем Такой уверенности не было даже близко Ну, у меня Как обстановка в коллективе? После ЕСВЦ? Говори правду, потому что люди все равно все знают, общаются Ну, что-то надо менять Ну, что-то надо менять Вот, как Пока еще, ну, мы толком не знаем Скажем, что, как Как мы толсты Убиляешь Оставляется ли возможность, что ПГГ останется в команде и вы будете играть с ним? Ну Никогда не говори никогда Ну, ты сам считаешь это необходимым? Или Что считаю необходимым? Оставлять его в команде? Ну, я не считаю это необходимым Так, вопрос к тебе, дружище Скажи, пожалуйста, только громко Что ты думаешь о Moscow Five? Составим подойдет, правильно? Ну, о проекте, я о вашей команде тоже Меня все устраивает В принципе, хорошая организация Ну, мне кажется, что нормальный человек Который будет контролировать Как минимум состав Следить за тренировками И вообще Пренировочным процессом Чтобы ликить результат То есть, ты считаешь, что текущим составом Можно добиться каких-то успехов? По мне, можно любым составом добиться Успехов Если бы желание И Больше времени выделять на то Ты не ищешь крайнего Но Можешь признать ошибку себе? Я не ищу крайнего Но Ошибки в себе Презновать на Как минимум на этом турнире Я не хочу Потому что Меня не верует Ты старался, как минимум Обратимся к нашим независимым экспертам Скажи нам, пожалуйста Что происходит с нашим коллективом? Почему ребята Не могут нормально сыграться? Почему ты ушел? Почему ты Сейчас здесь? И что будет дальше? Почему я здесь? Потому что В гости пригласили Просто отдохнуть Поболтать Пообщаться С ребятами С кем я Не наобщался В Париже Давно их всех не видел Что в коллективе происходит Не у меня надо Спрашивать Это Внутри Коллективные отношения И Пусть я там Третий вопрос был Что будет Состав Вашим дальше? Ну как ты считаешь? Я думаю Тоже будут Какие-то перемены Если Парни не соберутся Просто Не будут Играть вместе Не появится Какой-то командной игры Не появится Какой-то идеи На игру То По-любому Произойдут перемены В коллективе А ты планируешь Остаться в НАВИ Или 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 Существует возможность Что ты вернешься В наш коллектив Жизнь покажет Жизнь покажет Не предугадаешь Ребят Ну вот Смотрите Впереди ВДЦ И что делать? Я вопрос Да Ну скажи мне Ярослав Вот как ты мне Объяснял В принципе Тут ничего Особенного нет Я считаю Что таким составом Ехать на ВДЦ Смысла нет Ну то есть Для меня Как Нет никакого Вообще Понта Ехать Просто в Китай Потусоваться Я понимаю Что это не Ну как-то нормально Для меня Поехать в Китай Там Бесплатно Там что-то Побухает И так далее Но Как бы Я бы здравооценил Шансы Там будут Очень сильные команды Там Топ-8 Китая Плюс Типа сильные азиаты И там Ну топ Европы Какой-то Ну бог с ним С топом Европы Типа мы у него тоже Входим Ну в нашу уровень Команда Там те же матрицы Но С китайцами И с азиатами С такой игрой Бороться Ну как бы Очень трудно Поэтому шанс Не выйти из группы На ВДЦ Он их там Еще в два раза выше Чем здесь На СВЦ А Ну я как бы Не вижу даже для себя Смысла просто В таком случае Ехать А даже Если меня Ну поменять Продолжен состав Что-то изменится Что-то случится Ну опять же Шансов будет мало Потому что Не будет времени Там подготовиться Поэтому Для меня Мне кажется Что на ВДЦ Ехать практически Нет никакого смысла То есть Ты воспринял мои слова По поводу туризма Всерьез И как бы Ты не хочешь Быть туристом Ну в смысле Я не хочу изначально Я о тебе уже говорил И как бы Об этом То же самое Что Ну мне самому Неприятно Как бы я говорю Я за 6 лет Первый раз С группы не вышел Ну понимаешь Я всегда Где-то играл Там занимал Всегда какие-то призовые места Ну и боролся за них Даже если проигрывал А здесь просто Приехать Ну проиграть Там Типа всем Кому только можно И уехать Ну для меня это лицо Очень неприятно Потому что Я в Доту играю Там 6 или 7 лет И уделяю Очень много времени Очень много своих сил Там эмоциональных И других И для меня Ну как бы Я не буду проигрывать Поэтому Все нам ясно Сма Что за дырка в стене? Что-то у меня спрашивали Ну тебя чувствую По твоим хитрым глазам Что ты как-то к этому Причастен У меня всегда хитрые глаза Что-то Дырка такая Дырка, да Ну что происходило Мне очень интересно Интересно Это нашим читателям Я думаю Ваня расскажет Ваня, расскажи нам У тебя на основном интерес Позже всех Мячиком пробили Спрашиваю Мячиком пробили? Конечно Сильно ударил Сейчас я покажу Нашим читателям В нашем коллективе Все образумится Потому что иначе Выход только один Разбегаться И это не вариант Постарайтесь Ярослав Ну Посерьезней Посерьезней Самойлуха Спасибо тебе Ванек Всего счастливого Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры